Мы начнем с моего любимого упражнения, которое я показывала много раз, и многие, наверное, из вас его видели или знают. Я его назвала «Стрелка». Это упражнение потрясающе помогает вытягивать спину и проверять свою осанку. Как оно делается? Ноги ставим вместе, колени вместе, поднимаем руки наверх, пересекаем и начинаем вытягиваться наверх. Что здесь важно? Проверять, чтобы поясница не была прогнутая. Мы вытягиваем поясницу, зажимаем ягодицы обязательно, локти у нас за головой, и мы пытаемся локти собирать. То есть пытаемся собирать, соединять. Кисти у нас тянутся наверх, то есть мы не вот так делаем, а мы пересекли кисти и вытягиваем наверх. Прогиб убирай, ребра убирай, повернись. Значит, мы убираем ребра, мы убираем поясничный прогиб, и мы начинаем вытягиваться. То есть такое впечатление, что нас кто-то взял за волосы, и начинает нас вытягивать, вытягивать, вытягивать. И с непривычки вам это упражнение может делать очень сложно, потому что у многих руки вот здесь. Многие даже не могут руки завести назад, так как не хватает растяжки. И поначалу может быть очень сложно делать, но ничего страшного, вы продолжаете делать, и со временем у вас руки и спина начнут растягиваться, и вам это будет упражнение делать намного легче. Итак, вы в таком положении стоите где-то минуту, дышите спокойно, постоянно вытягиваетесь. И теперь, что вы делаете? Поверните боком. Вы опускаете руки вниз, а вытяжение в спине вы оставляете. То есть собираете лопатки, то есть все то же самое, только опускаете руки вниз, а вытяжение в спине оно остается. То есть вот это упражнение, оно чем уникально, оно помогает проверить осанку, как вы держите спину, правильно ли я стою, правильная у меня осанка. Вот это упражнение, оно просто великолепно. Все мои балетные классы начинаются с этого упражнения. Мы поднимаем руки наверх, пересекаем и проверяем, достаточно ли у нас вытянут позвонок, достаточно ли у нас вытяжения в спине. И потом мы медленно опускаем руки, а вот это вот вытяжение мы сохраняем. И с такой прямой вытянутой спиной мы делаем весь балетный класс. Давайте повторим это упражнение. Но теперь, если у нас была левая рука, мы меняем руки и вытягиваемся. То есть очень важно сделать это упражнение с обоих рук. Начинаем вытягиваться, убираем поясничный прогиб, ребра собираем, шею мы вытягиваем. То есть головой мы еще давим на руки, вытягиваем. Локти стараемся собрать и начинаем вытягиваться. Стоим где-то одну минуту. И теперь вот это вытяжение в спине мы оставляем и очень медленно опускаем руки. И продолжаем вытягиваться наверх. Итак, каждый раз, когда вы хотите проверить, правильно ли вы держите спину, вы делаете это упражнение. Причем его можно делать как сидя, так и стоя. Давайте теперь перейдем к нашим плечам. Какая проблема у нас с плечами? У нас три проблемы с плечами. Первая проблема. У нас плечи часто перекошены. То есть левая ниже или правая ниже. От чего это зависит? Часто мы носим сумки на одном плече или на другом. Из-за этого у нас перекосы. Очень часто плечи завернуты вперед. Потому что мы сидим за компьютером так, у нас все как бы вот вовнутрь. Плечи завернуты вперед. И третья проблема. Плечи слегка приподняты. Почему они приподняты? От перенапряжения, от блоков в теле. То есть у нас очень часто бывает вот такое вот состояние. И чтобы работать с плечами, я вам покажу сейчас очень хорошее упражнение. Именно чтобы избавиться вот от этих проблем, которые я сейчас перечислила. Что вы делаете? Вы первое собираете лопатки вместе. И на защепку их. То есть вы собрали, защепка здесь. Это первое, что вы должны. Второе, вы натягиваете эту конструкцию вниз. Прям сильно натягиваете вниз, но при этом сохраняете лопатки вместе. Повернись. Вот, сразу же за счет этого упражнения вы открыли плечи. И третье, что вы делаете. Вы начинаете в затылке вытягивать шею. Почему у балерин такие всегда длинные шеи? Именно за счет того, что они давят сильно плечи вниз, а шею вытягивают наверх. Вот. И теперь вы ладошки кладете на плечи. И изо всех сил давите плечи вниз. При этом лопатки у вас вместе. А шею вы начинаете вытягивать наверх. И вот этот вот противовес, то, что плечи вниз, а шея наверх, дает такую длинную, грациозную шею и осанку. И вы таким образом стоите где-то минуту. Без остановки. Ребра собираем. Тянемся. Вот это вот тяжение в спине остается. Но теперь мы добавили плечи. И мы стоим так минуту.